В канун больших праздничных выходных, когда все по традиции выезжают на природу отдохнуть, пожарить шашлык, мы хотим напомнить о правилах безопасного обращения с огнем. Напомнить даже не столько о правилах, сколько о последствиях их нарушения. 2010 год. Из-за лесного пожара сгорело село Незнамово. Деньги на помощь по горельцам, а это семь домов, потом собирали всем миром. 2012 год. Только за одну неделю, со 2 по 8 апреля, выгорело более 40 гектаров. В Белграде и Белгородском районе было зафиксировано 12 случаев загорания, в Шебекинском районе – 7, в Ровенском – 5. А это уже свежие кадры 2017 года. В один день выгорело 30 гектаров. Вот такой черный пейзаж и ток пала травы у села Севрюково. Остановить огонь пытались три пожарных расчета, не считая добровольцев. По сравнению с весной 2016-го количество загораний увеличилось почти в 2,5 раза. Ежегодные зажигания сухой травы, горят дома, хозяйственные постройки, садовые домики, гаражи. И все это несет угрозу жизни. Диспетчеры службы 112 принимают шквал звонков. Ежедневно, даже, допустим, в городе Белгород происходит до 6 выездов на ландшафтные загорания. С тушением площадей десятки гектар. За разведение огня в несновленных местах граждане, должностные лица, юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности. В некоторых случаях могут привлечены быть и к уголовной ответственности. Но главное нужно помнить о том, что загорание сухой растительности, сухостоя, сухой травы – процесс неуправляемый. И предсказать, к чему он может привести, очень сложно. С 1 мая в области введен особый противопожарный режим. Костры в лесах запрещены, посещение лесов ограничено. Сотрудники МЧС констатируют, пик природных пожаров приходится как раз на выходные и праздничные дни. Поэтому сомневаться в их причинах не приходится. Это оставленные без присмотра костры или брошенные окурки. Давайте постараемся, чтобы праздничные выходные не омрачила печальная статистика свода происшествий.